ДНК Участвует в работе нервной системы, при его нехватке может развиться анемия. Организм человека не способен вырабатывать это вещество самостоятельно, единственным способом его получить остаются внешние источники, в том числе еда. В-12 необходим для нормальной работы мозга и нервных клеток. Это вещество участвует в расщеплении белка гомоцистиина, повышенный уровень которого усиливает риски сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Лучшие источники витамина. Печень – это кладезь необходимого человеку В-12. Ее любят не каждый, но для начала можно попробовать пару рецептов, вдруг что-нибудь придется по душе. В 100-граммовой порции говяжьей печени содержится 3000% суточной нормы элемента. Совершенно необязательно выбирать именно говядину, рацион прекрасно дополнит и другие варианты, например, телячья или баранья печень. Говядина – 200-граммовый стейк на гриле, это не только вкусно, но еще и полезно, почти 490% суточной нормы ценного элемента. В говядине содержатся и другие элементы такие как цинк, который нужен для нормальной работы репродуктивной системы, и селен-мощный антиоксидант. Следующая категория – моллюски. В эту категорию входят кальмары, улитки, осьминоги, мидии, устрицы, гребешки и другие морепродукты. Дары моря, богаты питательными компонентами. В них много белка, железа, высочайшая концентрация – б, 12-700%. Отваривайте и обжаривайте продукты до полной готовности, это поможет избежать пищевого отравления. Моллюски могут быть как самостоятельным блюдом, так и ингредиентом салатов, супов или пасты. Сардины – эти маленькие рыбы получили свое название от острова Сардиния, где были одним из любимых блюд местных жителей. Средиземноморская модель питания считается довольно полезной. Мясо сардин – нежное и довольно жирное. Рыбу можно запечь в духовке или на гриле, сварить на пару, или приготовить суп. Сардины обеспечат организм витамином – В12, на 550%. Кроме того, это источник незаменимых жиров омега-3, которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы. Тунец, тунец, как правило, представлен в виде консервов. Налегать на них не стоит, как и на любые консервированные продукты, поскольку для их производства используют много соли, чтобы естественным образом продлить срок хранения. Натрий повышает артериальное давление и может быть вреден для людей с гипертонией. Однако в небольшом количестве консервированный тунец принесет пользу. Содержание – В12, в средней баночке до 150 грамм может достигать 100% суточной нормы. Радужная форель – одна из самых полезных видов рыбы. Отличный источник протеина, незаменимых жирных кислот и витаминов группы В. В кусочке весом 100 грамм, почти 300% от нормы, В12, необходимой нам в сутки. В форели также содержатся минеральные вещества – марганец, фосфор и селен. Омлет из двух яиц с томатами и зеленью – это почти половина необходимого объема витамина – В12, в сутки. Интересный факт – в яичном желтке количество – В12, больше, чем в белке, поэтому полезно есть яйца целиком. В двух яйцах содержится также достаточное количество – В2, рибофлавина, который нужен для здоровья кожи и нормального зрения. Мы искренне желаем всем нашим зрителям крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть каждый день будет заполнен позитивом.